Дональд Трамп победил Трамп обещал, что в случае победы у многих закружится голова. Да, подсчет голосов еще идет, но, похоже, уже все решено. Штаб демократов в слезах, как и его сторонники. Республиканцы ликуют. По предварительным данным, Дональд Трамп побеждает Камалу Харрис, набрав нужное количество голосов от выборщиков, заручившись поддержкой жителей сразу нескольких колеблющихся штатов. У меня так никогда не разрывался Телеграм, как сегодня ночь. Уже ближе к трем часам. Телефон я просто поставил в авиарежим. Надоели сообщения о выборах в США. Вот включил только с утра, как проснулся у наших зрителей. В Телеграм и ВК мы спросили, следили ли вы за выборами США. Результаты сейчас будут на ваших экранах. Вот в Телеграм оказалось все-таки больше тех, кто следил за тем, что происходит в Америке. А вот в ВК наших подписчиков гораздо меньше интересует предвыборная гонка в США. На этот раз особого оптимизма в России по поводу победы Трампа нет. Даже заполучив кресло в Белом доме, у Трампа не будет, как в сказках, такого волшебного меча или топора, которым бы он смог разрубить завязанный демократами клубок геополитических разногласий. Поживем, увидим. Вот, наверное, так можно описать какой-то общий настрой для России. Трамп многое обещал миру, но что из этого будет ему по силам реализовать? Конфликт на Украине. В случае победы республиканец не раз обещал закончить еще до официального вступления в должность. Как именно он собирался это делать, не уточнял. Да, были там якобы утечки его мирного плана, но их подлинность под большим сомнением. Просто взять вот так и закрыть проект Украина, усадив всех за стол переговоров и подписать мир, будет убыточным для США. Военная промышленность штатов уже заточена под этот конфликт, она на нем зарабатывает. Трамп обещал американцам, что как раз поднимет производство в Штатах, поэтому свернуть все по звонку у него не выйдет. К тому же Америка получает дивиденды, скажем так, от ослабления России, как ни крути. Поэтому противостояние в ближайшее время точно продолжится. Возможно, лишь оно как-то поменяет свою форму. Слова Трампа касаемо украинского конфликта, конечно, так обнадеживают. Но не стоит забывать, что это была все-таки предвыборная риторика. Любой американский президент будет служить своей стране. Никто в Белом доме всерьез никогда не учитывал интересы жителей России или других государств. Что будет с санкциями? Это, конечно, второй вопрос, который сейчас многих интересует. Увы, ждать их молниеносной отмены не стоит. Ведь они завязаны в том числе и на украинском конфликте. А значит, сначала урегулирование, а потом возможное смягчение или отмена. К тому же, часть санкций вообще закреплены законом. Отменить закон в США очень сложно. Да, у Трампа будет возможность для маневров в действиях. Потому что обе палаты Конгресса взяли сейчас республиканцы, помимо президентского кресла. Но он бизнесмен, его ум заточен под заработок. А круче прибыли, чем американская гегемония, не может принести ни один бизнес в мире. И зачем ему ее терять, если санкции в этом помогают? Конечно, возможно, что с Россией снимут часть санкций. Но лучше все-таки нам надеяться только на себя. Укреплять собственную экономику, решать социальные проблемы и достигать успеха в задачах на СВО. Трамп пообещал миру, что его правление станет поистине золотой эпохой. В роли золотой антилопы он, конечно же, будет выступать и обсыпать золотом только США. Нам с Трампом не будет легко, как, в принципе, и не было при его первом сроке. Команда Байдена в открытую вела против России гибридную войну. Трамп же обещает сделать Америку снова великой. А зная, на чем обычно выстраивается величество штатов, ждать мира, дружбы и жвачки, ну, как-то глупо. Дмитрий Песков на вопрос о дальнейшей политике Трампа в отношении нашей страны заявил, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны. Я процитирую Трампа, что заявил он, «Господь спас меня специально, чтобы я спас Америку». Так сказал Трамп во время своей речи в штабе. Он уже принимает поздравления, хотя голоса, конечно, еще до конца не посчитали. Я напомню, несколько городов, в том числе и Вашингтон, будто бы замер в обороне перед выборами. Города отцеплены, в городах введена армия, поэтому неизвестно. Возможно, мы завтра проснемся, а в Америке вышли люди на улицы и практически разворачивается гражданская война. Будем следить за тем, что происходит в США. Максим Селиков о предварительных результатах выборов в США и о том, как это может сказаться на Москве.